Плюсики напишите, слышно меня? Плюсики, плюсики. Ну, или минусы, если не слышно. Раз, раз, проверка связи. Знаешь, контакты есть. Че, парни, мы подождем. Можно писать вопросы, потому что сегодняшний формат будет. У нас тут праздники, никого нет, все отдыхают. Так, как обещал, провожу. Надеюсь, он не будет очень длинный, муторный. Пишите вопрос. На что смогу, на то отвечу. Что не отвечу, подготовлю в следующий раз. Наверное, такой вот легкий, light-формат, без лишней угрозы информации. Гринages. Спасибо. 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 Выполнил. Рассказал. Продвижение рассказал. Выбор товара рассказал. По Китаю доставка тоже приглашал. Будет возможность пригласить побольше народа по конкретным разным темам. Буду приглашать. Но в любом случае на данный момент небольшую паузу. Я не знаю. Я бы не переводил. На пару дней в Out of Stock попадаем. Переводить в FBM. Спасибо. Нет. Я бы не переводил. Есть 2 тактики. Одна тактика завершает товар, чтобы не попадать в Out of Stock. А вторая стратегия, соответственно, торговать как обычно. Но может быть незначительно увеличить цену, но все-таки притормозить. И надеяться, что потом все это будет быстро возвращаться. У всех совершенно по-разному. Я знаю людей, которые... Во-первых, у нас очень многие в Новый год поторговали и считают, что не всегда товар так будет продаваться. Это совершенно не так. Огромное количество сейчас людей после новогодних праздников, после бешеных продаж, Out of Stock не может компенсировать. Ну, даже не то, что на уровень встать тех продаж в декабре тихо, а вообще продажи начать продавать. Некоторые люди ко мне вот обращались. У них было там под 40 продаж в день после Нового года. В Out of Stock вылетели после Нового года. Запустили и индусах, и все дела, и 3-4 продажи имеют. То есть, во-первых, есть момент, связанный с тем, что в Новый год реально изменяются продажи не... Ну, так скажем, спонтанно. Очень сильные изменения там в десятки раз, я не знаю. Ну, у всех по-разному, естественно. Вот. А после Нового года возникают проблемы. Out of Stock на всех влияет по-разному. Все опять зависит от товара. Вот. Ну, и ним с головы как бы у людей снимается, в плане того, что они вот привезли один товар и думают, что все покорили Amazon. Не всегда так получается. У некоторых все хорошо. Ну, то есть, из Out of Stock люди выходят. Вот Денис Улимченко рассказал, как он выходил из Out of Stock. Просто, ну, он не... Насколько я помню, он занимался, так скажем, ручным селом. То есть, он сам там просил друзей, знакомых. Отзывы, вопросы. По ключам заходить на его товар. То есть, делать полезные действия. Делал он Pay Per Click. Вот. По средне-низкочастотникам. Запускал, насколько я помню. Ну, и по высокочастотникам, то есть, генерировал продажи. Потому что он знал, что он там продается. Он знал свои уже ключи. И так потихонечку, достаточно быстро он, так скажем, реанимировал свой товар. Но это опять. Он знал свои ключи. А если вы не знаете ключи, с этим уже будут свои сложности. Вот. Это опять как лотерея. Есть ли база ревьюеров с выкупом для органики? Если да, обращаться к вам. Ну, опять же, мы ищем ревьюеров. Еще раз могу сказать, Сергея сегодня не звал. Опять же, праздники. В любом случае, по ревьюерам у нас есть база. Мы собрали эту группу, там полторы тысячи человек. Она в конечном итоге превратилась в доску объявлений. И там несколько эксцессов были. Пришлось это все закрыть. Да, я работаю через Сергея. Если, грубо говоря, даже не знаю, как правильно сказать. Там устраивает людей, не устраивает. Но мне нравится, когда все... Ну, не то, что я готов за сервис платить, но в любом случае, когда есть какая-то ответственность. То есть, люди, которые этим занимаются. Он не такие великие деньги за это берет, но меня устраивает. Я даю задания 10, 20, 30. Сейчас на тот момент мы делаем до 50. Но это вообще исключительных случаев. В основном не более 30. Просто нет ревьюеров. То есть, приглашаем всех, особенно жителей США. Сейчас мы в Европу тоже вот собираем. Как раз мы планируем вот в этой группе по обучению. Мы обязательно будем запускать... Но мы решили не товар, а будем запускать именно линейку. Ну, просто не интересно. Хотим... Не хотим в Америке, потому что уже и так понятно. Показывать людям, как в Америке, ну, бессмысленно. Просто у достаточно приличного количества, там, типа учеников, в кавычках, уже все это есть. У кого-то очень хорошо, у кого-то средний, у кого-то не очень хорошо. Вот. А Европы... У меня есть просто знакомые, у которых я помогал запускаться. Кому-то советовал запускаться. Они живут в Европе. Ну, вот сейчас хотим сами усложнить себе задачу по Европе, во-первых. Во-вторых, именно линейка товаров. Потому что по одному товару все понятно. Ну, ничего такого нет, чтобы там... Какой-то тупик поставил. Просто какие-то товары заходят, какие-то нет. Вот и все. Главное, сделать все правильно. Вот. И по ревьюерам, то есть, пределов совершенства нет. Было бы 500 человек, я был бы только рад. Вот. Но мы доплачиваем, мы даем бесплатно товары, и люди не хотят все равно брать на отзывы товары. То есть, ну, вот сейчас есть какое-то количество человек, но так как мы делаем рандом, так как мы стараемся это грамотно раскидать, больше не получается. Вот. Вот. Есть на просторах интернета большие возможности, наверное. То есть, можно туда обращаться. Тоже альтернатива. Вот. И группу я не хочу ни здесь, ни там, чтобы вот это вот люди кидали. Или свои предложения какие-то в плане, что они предоставляют услуги. Потому что, ну, я с кем не смотрел, все за деньги это делают. Но если вы хотите зарабатывать, будьте добры, сделайте все сами. То есть, я не собираюсь делать за вас вашу работу. То есть, рекламируйте, продвигайте, пожалуйста, мы не мешаем. Вот. Это первый момент. Бесплатно мы как бы не против, но я таких, в принципе, не, ну, так скажем, не встречался. А если кто и хочет, пожалуйста, Сергей, обращайся, он вам и так будет эти заказы давать без проблем. Нас не хватает людей. Так, дальше. Ну, Европа. Где именно в Европе будет запуск? Помогаете ли с раскруткой к Германии? Хочу скоро запуститься. Ну, на данный момент у нас есть Александр, группа по Европе. Он как раз сказал, что поменялись новые правила. И теперь можно запускать товар в одной стране, а продавать во всех. Из-за этого, естественно, мы будем запускаться в той стране, где у нас будет юрлицо. Мы сейчас как раз рассматриваем варианты. То есть, это предположительно Англия. То, что мы просто и английский хоть плохо знаем, но хоть как-то знаем. И немецкий вообще не знаю. Вот. А чтобы супер там общаться по-английски, чтобы вот эти все вещи. Ну, посмотрим. И мы будем поставлять просто товар в одну страну. А продавать везде. Листинги, естественно, закажем. Сделаем. Не проблема. Вот. По продвижению. Ну, план нашей запуски в Европе достаточно тривиален, прост. Как я не знаю. Ну, ничего. То есть, в Америке понятно, как делать. И в Европе будем делать абсолютно то же самое. То есть, стандартное продвижение. Вот. С нюансами просто. Да. Мы товар уже, в принципе, выбрали. Категории бьюти. Так как мы последнее время два месяца мы мучились с открытием этих категорий. Сейчас как бы запустили даже этот сервис. Потому что раньше мы пользовались чужими услугами. Не знаю. Сами они это делали, не сами. Потом начали делать, клепать эти инвойсы сами. А в конечном итоге все встали. Никто не мог сделать. Мы обращались абсолютно ко всем. Абсолютно ко всем. То есть, кого только. Я очень много людей знаю. Ни один не смог нам сделать в январе и феврале. Вот. Пока мы сами не нашли. Попробовали. Все получилось. Так что без проблем. Сейчас открываем. У нас причем было десятки отказов. То есть, мы запускали огромное количество товаров. У нас десятки. Нам приходилось с Хоман Китон заходить. И вот там график есть. В принципе, мы показывали. То есть, при переходе с Хоман Китона в Бьюти, наши просто позиции взлетели там. Ну, вообще в эти. На порядке просто. Так что есть смысл переводить другие категории. Это однозначно. Вот. И мы в Европе будем Бьюти запускать. Мне нравится закрытая категория. Вот. Потому что там меньше людей с демпингом. Потому что меньше начинающих. Меньше ошибок. Вот. Там как-то пожестче, поинтереснее. Так. Следующий вопрос. То есть, в Германии запускать будем тоже. Ранится никакой. Единственное. Вот. Честно могу сказать. Я даже софта не знаю в Европе какой. Но мы будем просто анализировать то, что есть в Америке. Что хорошо продается. И будем смотреть конкуренцию этих ниш. Ну, так как мы товар уже выбрали. Мы в нашей группе по обучению. Как раз будем объяснять. Рассказывать, почему мы этот товар выбрали. То есть, там все будет понятно, я думаю. Вопрос по принципу ABA. Если товар, допустим, не совсем хрупкий. Пусть это будет абажур из пластика. При отправке на ABA их нужно каждый запаковывать в отдельную коробку. Или можно сразу 30 штук в бокс. Ну, там есть ограничения по размеру коробки. Как я понимаю. Не более того. То есть, вы зайдите в Help Amazon. В таблице у меня есть инструменты. По размерам короткие. Большие, маленькие, средние. Ну, вот. И все. Как и рынки. 10-20. Там до 150 штук можно засунуть любой товар. Лишь бы он не разбился, не раскололся. То есть, я не пойму вопроса. Транси никакой. Любой товар, лишь бы он и не изуродовался. Зачем нам? Вот еще вопрос. Ваша услуга SEO-выкуп. Можете ли вы разбавлять выкупы с отзывами обычными? Выкупами со скидкой 99%. Ну, вы это сами можете делать. Ну, мне кажется, это вообще никакой проблемы нет. Мы можем, конечно, тоже делать. Просто зачем? О том разговоре, что мы должны размыть отзывы, и Amazon будет подозриться на следей, что у нас там 10 продаж и 10 отзывов. Ну, да. Но мы и стараемся сразу в топ пойти, чтобы сразу продаж были. Понимаете? Вот. Я из-за этого очень много в группах читаю. А вот индусы. А вот сколько у вас там держат. Если нормально сделать, они почти не падают. Да. Они могут упасть при двух случаях. Первый случай, когда товар ваш просто неадекватен. Перед тем, как запускаете, вы хоть посмотрите, проанализируете, подумайте, насколько ваше предложение интересно. А то люди заходят, у них у топового продавца цена... То есть, у нас, выходя мы туда, у нас там 10 отзывов. Блин, цена, она там, я не знаю, дороже, чем у бестселлера. Там, я не знаю, ужасные фотографии и непонятный лисинг. То есть, человеку сделал... Какому-то индусу он заплатил там 25 или 100 долларов. Или там, я боюсь вообще сказать, кому еще там заказали. По 250, по 500 долларов там эти лисинги. У нас просто менталитет такой, чем дороже заплачет, тем лучше. Нет, этого лучше не будет. Вы только лучше можете сделать. Или вы под вашим контролем, может, лучше быть. Потому что, во-первых, это усовщина. Вот. А во-вторых, надо уметь. И надо знать, как это делать. Вот. И когда вы просто заказы вам сделали, вы не знаете, что там внутри находится вообще. Естественно, вы не сможете ничего сделать нормального. Вот. Так что, такая вот история по поводу этих всех дел. Вот. Я не знаю. Я вот так делаю. То есть, мы выводим, и продажи органика чаще всего просто сцепляется, и все. Нет проблем. А если, если проблемы, там уже, они уже более глобальные, уже не до отзывов. А размыть можно абсолютно по-разному. Просто, ну, я не знаю, фейсбук-группы, там тот же Amzuan и так далее, и так далее. Куча сейчас вариантов. Из-за этого просто, ну, она не востребна, как бы. Смысл, тем более. У нас нет задачи навариться, если честно. Если такими темпами пойдет обучение и все остальное, я просто, ну, Сергей, сейчас уже мне там, я не знаю, каждый день кто-то жалует, что Сергей на связи. Он просто зашивается. У него есть помощник, который этим занимается. Ну, все люди на работу ходят. Это не, это не бизнес-модель. Это исключительно помощь. Помощь сообществу, помощь мне, в первую очередь. Там, кого я консультирую, там, и так далее. Вот, из-за этого, извините, конечно, ну, просто, там нет эффективности вообще никакой. С каждым надо поговорить, отдать, отправить. Или будет просто попадало. Как есть структурированные такие вот, как их называют. Ну, я даже не знаю, сайты там, или что это такое. Куда можно зайти и выбрать товар, который, на который можно сделать отзыв. Но в этой ситуации могут зайти какие-то нехорошие люди. Вот. И просто настучать, и все. И забанить всех. Мы как бы этим не занимаемся. Мы делаем вот для своих учеников, то есть, в этом направлении. Это даже какие ученики. Ну, на самом деле, это мы все друг друга знаем, по большому счету. И у всех просто разные квалификации, и все. Обмен опытом. Ну, если нужна будет помощь по регистрации фирмы, это не проблема. Опять же, я этим не занимаюсь. Вот. Если имеется в виду Америка, я думаю, если тут клич кинуть в группе, найдется дюжина интересующих людей, которые могут в этом помочь. То есть, в принципе, общались, я их не записываю, как бы не было необходимости. То есть, в Европе тоже есть люди, которые могут помочь. Но я эту услугу не занимаюсь, сам не открываю, сам не являюсь юристом. Да просто в интернете откройте, да найдете эти фирмы. По крайней мере, порядок цифр вы знаете. Мы даем какие-то стараемся услуги, те, которые или востребованы, или они очень узко специализированы. Я вот честно могу сказать, я вот делаю не в размере коробки, понятно, а в крепкости коробки с Амазоном. Но она достаточно крепкая. Но честно могу сказать, вот из-за этого я люблю созваниваться с людьми, чтобы мне объяснили ситуацию. Позвоните мне на стол, потом, после лайва там или завтра. Я просто, ну, не могу понять. Я понимаю, что у Амазона нормальная коробка, но она не, это самое, не каких-то таких, ну, обычная, обычная коробка, так скажем. Вот, и я не понимаю количество и связь. Вы в любом случае, мы упаковываем свой товар в свою упаковку. Вот. И нас, в принципе, уже никак не беспокоит, там, как Амазон возит, не возит. Там в любом случае и повреждения бывают. Все бывает. Из-за этого, почему говорят, не торгуйте сложными товарами. Сложный товар. Электроника. Она сложная. Надо будет много общаться с поставщиком, по сертификатам, по запчастям, по гарантиям, там, много-много всяких моментов. Вот, там, и так далее. Вот. Не говорят, не надо хрупкие вещи брать, потому что тоже будет много проблем. Надо как-то решать. Надо знать язык. Потому что много-много общения. Не надо, там, еще какими-то вещами заниматься, там. Вот. Из-за этого надо с простого начинать, постепенно осваиваться в Амазоне, а не решать все сразу проблемы с копом. Ну, в любом случае, бизнес под ключ. Делаем месяцы до конкретных продаж, сколько будет стоить эта услуга. На самом деле, я думаю, все в интернете знают. У нас один... Все до одного, насколько я понимаю, там, 5000 долларов все это удовольствие стоит. Но всех, кого я знаю, это максимум доводят до первой страницы через индусов, который стоит, там, ну, я не знаю, там, 300 долларов. Вот. До продаж никто не доводит. Мы спокойно можем довести до продаж, если мы товар помогли выбрать. Если совсем, ну, может, конечно, не повезти, честно говоря. В любом случае, любой товар там может не войти. Я вам могу сразу сказать. Вот. Из-за этого многие запускают сразу серии, сразу партии, определенные ниши, там, или вообще в разнобой. Но для этого опять и риск больше. Вот. По деньгам. Потому что надо складывать совсем другие деньги. А многие не готовы. Это нормально. Вот. Из-за этого бизнес под ключ в основном, это 5000 долларов, так же, как у всех. Ничем мы не отличаемся от других. Ну, а смысл? Я вообще не предпочитаю эту модель. Я всегда о ней негативно отзываюсь. Ну, негативно в первую очередь, потому что, мне кажется, человек должен сам разобраться, как это сделать. Да, мы ему за руку его будем вести полностью, там, все силы на это тратить, и за него многие вещи будем делать. То есть, надо ему бренд-трегистри сделать, мы сами это сделаем. Вот. Надо ему сделать фотографию, мы скажем, отправь ту дату, мы там сделаем. Надо ему это сделать. То да. Но в любом случае, в будущем, в будущем, когда он будет запускать, у него не будет такого, как это сказать, своего личного опыта. И второй, третий товар, он будет в этом отношении сложнее. Второе. Это мой бизнес под ключ производитель, у которых сотни товаров. То есть, одно дело, я потрачу время на какого-то новичка, который один, два, даже три товара везет. А другое дело, там, производитель ко мне приходит и говорит, я вот хочу бизнес под ключ. Ну, извините, я хочу 500 SKUs. Да я только этот листинг, мы этим одним будем заниматься. Ладно, листинг одинаковый, мы вряд ли будем делать. А другое дело, мы будем заниматься именно таким делом, как, ну, совершенно разные киворды, листинги. Все, подготовить все это время и деньги. Люди нас жирают тоже платить. Вот, из-за этого бизнес под ключ, специфическая вещь. Тут можно спросить, а какие гарантии? Гарантий, естественно, нет таких же ни у кого и у нас нет. Но я просто не вижу вообще проблем с таким бюджетом запустить, потому что для меня выгодно, ну, точнее, для меня важно больше результат, чем в конечном остатке, что останется. Потому что мы не так давно этим занимаемся и для нас важен конечный результат. Ну вот, так что вот такая история. Потому что 5-10 продаж получить, ну, в принципе, вот честно могу сказать, большого манина. Если выбрать нормальный товар. А если, ну, более-менее нормальный товар, то спокойно там за двадцатку заходить. Ну, это проблема основной массы людей. Неправильно выбран товар и отсутствие бюджета на продвижение. Все. То есть просто человек не понимает, что делает. Так же, как и я начинал. И многие другие. Чем дальше будем развиваться, тем, соответственно, будем, надеюсь, АКПД повышать. И качество работы. Уж сколько товаров запускают, просто не в интернете. Ну, ничего, и в интернете научимся. Невелика потеря. Невелика проблема, точнее. Что еще интересного? Интересует. Ну, можно вкратце для не знающих, как именно индусы делают продвижение. Ну, во-первых, если уж на то пошло, существует как минимум две вариации. Это программная, это в основном наши умелицы все делают. И это у нас ручная. Ну, и наши тоже это делают. Индусы – это просто звание пакистанцы-индусы. Я могу сказать, что сейчас… Ну, я не знаю. Я в неделю разговариваю как минимум с одним из двумя человеком, который занимается продвижением. Это минимум. Так что я их даже не записываю. Огромное количество предложений. Цена сейчас варьируется от 100 долларов там до 800 долларов. То есть, ну, каждый сам выбирает, как ему работать. Вот. Через нас или через кого-либо. Я не специализируюсь на этом, потому что у меня нет такой конкретной услуги. Мне это не очень интересно. Мне не интересно этим заниматься. Но, опять же, это мы также используем в плане продвижения. То есть, это нужный инструмент. А чтобы этот нужный инструмент иметь, надо его поддерживать. То есть, давать людям работу. Ну, чтобы к нам, как бы, как к оптовым клиентам относились, так скажем. Ну, вот. Мы, соответственно, этим и занимаемся. То есть, поскольку постольку. Людей много разных. Я, честно могу сказать, я знаю многие и PayperClick. Я сам лично раздачи делаю через низкочастотники и среднечастотники. Вот. Потому что туда выдвинуться легче и удержаться легче. А мне надо количество первых страниц в первую очередь. Пускай я лучше буду 20 там продаж генерировать, 10-20 продаж. Мне это вполне устраивает. И можно с этого товара, грубо говоря. Работа, она работает. Ну, не выстрелил он как другой какой-нибудь. Можно на него спокойно сидеть. А сейчас, например, индусы почему-то, они упираются. Мы им давно уже предлагали именно это двигать. Они не хотят. Они хотят двигать вот эти высокочастотники там за эти там 200-300 долларов. 500 долларов. Ну, какой? Все за 100-100 долларов. У нас вот в среднем 300 долларов получается. Вот. И получается так, что очень многие, очень многие, этим занимаются. Соответственно, у нас есть одни товарищи. Они завуалировали то, что… А, еще надо было сказать, что программными, кто делает программы, по крайней мере до последнего времени, просто так добавлять виш-лист, добавлять в корзину, добавлять в шоп-лист, добавлять там вопросы писать в социальные сети. Индусы продвигали лучше, чем программы до последнего времени. Из-за этого у нас тут одни товарищи, они просто сделали такую схему интересную, что там какой-то процент они будут выдвигать. Но зато много задешево. Вот. Потому что много задешево, это бывает там за день можно спокойно продвинуть. Это логично. То есть я, в принципе, на данный момент сейчас так же с программистами, то есть общаемся, чтобы они именно продвигали много задешево. Я тоже считаю, что это нормальная, нормальная альтернатива. Вот. Индусов очень много. Высокочастотники, это как из пушки бывает по воробьям выстреливающей, она не цепляет. А если у тебя там, не знаю, 10-20 средний низкочастотников цепляет, вероятно, из-за цепы гораздо больше, чем один высокочастотник. Ну, главное, если цена… Ну, опять же, надо на цену смотреть. Вот такая история. То есть ничего сложного. У меня даже есть… Я там делал обучающее видео, как это все делать. Вот. Ну, не выкладывал, естественно, в широкие. Когда мы этим занимались, пытались… Ну, не особо это интересно, а очень муторно и геморройно. Канадский, мексиканский рынок просто делает листинг или отправить товар на эти площадки физически. Ну, отправлять на них надо в любом случае напрямую. от производителя. То есть с Америки вы не можете отправлять туда. Сами. Ну, вот. Так что там у них свои таможенные дела. Всякие там моменты. Я вот честно могу сказать… Периодически эти вопросы возникают. Я ни на канадский, ни на мексиканский, ни сам не поставлял. Ни одного знакомого не знаю, кто поставляет. А если кто и поставляет, ни разу не спрашивал, как он это делал. Я знаю точно, что в настроек на сеттинге можно настроить доставку по всему миру. То есть там настройки есть и просто-напросто получается… Мы ставим, что можно поставлять по всему миру. Там три дня ждешь, они верифицируют, что там делают, не помнишь, что. И потом, когда мы ставим наш адрес и нам пишут там стоимость товара плюс доставка, вот мне, например, в России. Сколько будет она стоить? Ну, то есть, в принципе, кому надо из-за границы покупать. Вот такая возможность. Не знаю, какие там последствия, честно, ни разу меня не покупали лично. Вот. Но я эту настройку давно сделал. То есть, ну, как бы есть. Канаду и Мексику надо просто отдельно поставлять и все. есть ли услуга анализа моего подобранного товара на перспективность. Ну, весь смысл такой, что я когда консультировал, и очень долго бесплатно, естественно, потому что надо долго набирать. Вот. И мне там были свои интересы в этом. Я могу сказать одно, что я против часовой консультации. Потому что я раньше рекламировал там людей, грубо говоря, кто часовой консультирует. Это бестолковое занятие. За час невозможно вообще разобраться. За час, за два там, я не знаю, но это не дело вообще. То есть, ну, я сейчас вспоминаю, как мне, что мне посоветовали, когда у меня продаж не было там, изменили тайтл, изменили буллеты мне. Сказали, что надо идти в американские сети, переписать description и опустить цену. Все. За это я отдал там 25 долларов. Вот. Ну, вот такая консультация, как бы, если хотите, ну, можно получать. Если нормальная консультация, я считаю, ну, вот я формат изобрел, я не знаю, я еще раз говорю, ни у кого не смотрел. Курсы мы запустили, у нас есть индивидуалка и есть, соответственно, это, групповая. Там немножко урезанный формат, именно урезанный в плане того, чтобы просто как-то ограничить. Просто индивидуалка никак не ограничена. То есть, созвонимся постоянно на связи. А групповая чуть обрезана. Но не более того, это прям совсем чуть-чуть. Вот. Зато там больше людей, как бы, в ней участвует и больше знаний можно получить. В сообщество Facebook я отдельную группу сделал по поводу именно, кто обучался меня, кого сейчас обучаем. То есть, потихонечку делаем свое небольшое самочетание, посмотрим, что будет. Туда, короче, все вот это вот. И, соответственно, сколько у нас там? Четыре недели, месяц. То есть, вот в этих диапазонах за четыре недели можно разобраться действительно. Помимо просто тупо анализа, помимо тупо, так сказать, можно спокойно научиться, в принципе, выбирать товар. То есть, время нужно, чтобы голову бить. Вот мне надо было, я не знаю, в Амазоне как-то более-менее разобраться после, там, моего опыта продаж в оффлайне. Ну, я не знаю, минимум месяца три, наверное. Выбор товара – это такая тонкая вещь, у всех специфическая. Я даю, как бы, базу жирных фраз. И по ним, как бы, человек экономит огромное количество времени, он не бегает, не прыгает, не скачет. И он сразу понимает, что на Амазоне продается. Так бы проще. И здесь вот постоянно вот одно и то же, одни те же вопросы. Мне кидает товары или, там, моим напарникам. Они проверяют, смотрят, говорят, плюсы-минусы, плюсы-минусы. И человек постепенно, постепенно не кайф. То есть, у меня приходили люди, основная масса, сами знаете, где все берут эти бесплатные курсы. То есть, есть у нас популярные бесплатные курсы, которые сняли. Я не знаю, они уже поменялись, не поменялись, но они годовалой давности. То есть, у нас вот курсы, которые, там, я не знаю, вот там, две недели назад меняется, там, месяц назад. А тут вот бесплатные курсы. Люди приходят, мне начинают эти таблицы пихать. Вот. Я уже про таблицы, про эти, как сказать, забыл уже, чек-листы. Я уже сто раз говорил, что это для меня лично бестолковая трата времени, абсолютно бестолковая. И как бы не улучшать, хоть там, миллион показателей воткнуть. Вот. Я кардинально против них, и все. Вот. Из-за этого, ну, всех свой подход. Я лично про себя говорю. И всех приходится, чаще всего просто приходится, не то, что переучить, а показывать свой подход. Вот. У меня подход максимально простой, чтобы, ну, легче было, понятно было. Для этого плюс я даю еще и базу вот эту вот. То есть, там, не надо самому ничего ковырять, оно уже все есть. Вот. И все это есть. Это не ответы на вопросы, а исключительно. Это кругозор. То есть, вы там, я не знаю, за день можете понять, в принципе, что на Амазоне продается там в больших количествах. Когда вы это понимаете, вы уже начинаете разбираться и думать вообще, что по жизни, какой вас товар там привлекает, как, что. Начинаете мне показываться или, опять же, моим напарникам. Я вам говорю, вот эти минусы, вот эти плюсы. И начинает в голову влазить какие-то другие мысли. Например, вот я говорю, вот прямо вот самый очевидный для меня пример. Это, когда раньше нам говорили, идите на Томасон и посмотрите товары. Когда я вообще на Амазоне не был, я эти товары американские не понимал. То есть, я там посмотрю, там какие-то коврики рядом с газовой плитой, там, чтобы там ноги не мерзли. Я не знаю для чего. То есть, такие, там, я вот эту штуку, клубничку вот эту вытаскиваю, все мои там, листочки. То есть, для меня это был вообще шок. То есть, я когда смотрел, я, наверное, полгода просто выникал, чем американцы вообще покупают. А здесь уже все есть. Вот это первый момент. Второй момент. Еще раз говорю, когда уже с товаром, я не знаю, сотни товаров прогнал, есть опыт с ними конкретной работы, тогда уже по-другому смотришь. И вот то, что, вот мне нравится этим торговать, я хочу им торговать. Это не так. На самом деле, всем почти это все нравится. Как правило, тут у всех одно и то. Вот. И мы туда идем, нет маржей, и начинается проблема. Вот. А сейчас вот просто, я даже говорю, над днях ко мне человек обратился, мы с ним смотрели. Я говорю, вот ход-релизы. То есть он говорит, откуда ты эту базу набрала? Ход-релизы? И так далее. Мы с ним смотрели, 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 я просто хот-релиз в очередной захожу и смотрю на первых местах, то есть, первой странице смотрю, есть трендовые товары. Человек мне показывает, говорит, я вот этим хочу торговать. Ну, определенный товар мне показывает, я говорю, я уже 4 человека продвигал с этим товаром, просто 4, четверо категории. А, такая известная, товар известный. Я говорю, все, что на виду видно, и они думают, это оригинально, это классно, это круто, это надо вещь, а на самом деле в Америке уже это все знают и давно этим торгуют. Вот, ну, а он не видит тот товар, который я вижу, я знаю, человек его везет в огромных количествах, трендовые товары, там, бешеные продажи, но он вообще такой бестолковый, ну, просто до безумия вообще, вообще, ну, мне непонятно, зачем она нужна эта вещь. Вот, а он там, я не знаю, бешеная наценка, ну то есть трендовая вещь, просто трендовая вещь, то есть которая там наценка, я не знаю, там себе стоимость 2 доллара продают, там разные там, из разных материалов сделаны, то есть там разные наценки, ну не важно. Ну смысл такой, что просто, когда уже вот даже сейчас бы я эту базу переделал, я бы наверное нашел такое количество товаров совершенно новых, трендовых, интересных, то есть я сейчас вот просто разгребаю, это я уже знаю, это видел, это неинтересно, это плохо продается, здесь точно маржа маленькая, здесь, то есть вот так вот раскид, раскид, потом смотрю, оба, что-то интересное, что-то новое. Начинаю ковырять, то есть по всем вот этим вот программкам, там раз, нет, нет, все-таки это не то, там уже, например, тренд закончился, сезон закончился, он не то. Вот, дальше, 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 хоп, и смотришь, вообще супер, и мы отличный товар, и понесла. То есть методов много, и из-за этого мы начинаем вот как бы вот в этом направлении работать по-другому, когда опыт будет. То есть когда вы будете прогонять много товаров, общаться с людьми, смотреть, сейчас на фейсбук можно зайти, просто посмотреть, это реально сезон, все это как по телевизору у нас показывают. Сейчас начнется весна, кетчупы пойдут, там, я не знаю, там, еще что-то пойдет, то есть шашлыкан, там, это одно, то есть там, тут майонезы пошли, тут Новый год, там, такая реклама. То есть можно вот просто смотреть телевизор, и сразу видно, какой сезон, то есть какой сезон вот реальными товарами кто торгует, там, продукты питания, там, велосипеды начнут рекламировать, машины. Ну вот, то есть все взаимосвязано, это все очень достаточно банально, если внимательно к этому, и на Амазоне все то же самое. Так, ладно, дальше. Так, когда набор в следующую группу по первым блокам? Цена 18 тысяч сейчас. Да, в смысле, смотрите, какая идея вообще всего этого обучения? Это не идея курсов, это не идея каких-то таких вот вещей, связанных, там, структурированием знаний, как зарегистрироваться на Амазоне. Это исключительно решение проблем. То есть это исключительно личное общение и обмен опытом. Обмен опытом на групповых занятиях, консультации на личных занятиях. Все. Вам надо выбрать товар. Вам дается какая-то мизерная база информации и просто вам объясняет, что надо делать, что надо делать, что надо делать. Вы делаете, вас исправляют. Вы делаете, вас исправляют. Вы делаете, вас исправляют. Вам не надо видео смотреть. Информация постоянно меняется. Все меняется. Это обмен опытом. Все. Вы показываете мне товар, я говорю, блин, я вот этого знаю, вот так вот уже было. Обращайся к Евгению, он говорит, вот я это знаю, я вот это, вот этот товар уже не надо. Он говорит, а почему? Вот так. И вы набираете просто свой багаж. И у нас можно входить каждую неделю. Каждую неделю все одно и то же. Цикл один и тот же. Абсолютно одно групповое занятие, четыре лично. Если у вас время есть, я вот на этой неделе вообще не пообщался ни с кем, почти. Потому что загрузили людей, наверное, я так понимаю, дали им вот эту вот базу, они сидят и ковыряют. У них есть, так мы в феврале сделали шесть недель, потому что мы товары не успеем запустить. Потому что мы сейчас там, пока переговоры ведем, сейчас с упаковкой, то есть, ну я не знаю, там, к концу курса, надеюсь, запустим, то есть хотя бы там в течение месяца, в течение марта хотя бы запустить уже. То есть у нас получится тогда одно групповое занятие в каждой группе, видосы, все в записи, как положено. Значит, четыре личных встреч. К концу марта, я думаю, уже пойдут вебинары именно, ну, лайвы, именно лайвы в закрытой нашей группе, в фейсбуке, в другой, именно по нашему товару. То есть мы будем делиться реально вот, почему мы этот товар выбрали, как мы выбрали, что мы сделали, где мы его взяли, как мы его повезем. По Европе, то есть опять же обмен информацией, потому что, ну, вот такая вот история. Из-за этого мы как бы, нет, нет никаких таких, знаете, вот мы через там месяц опять новую группу выбираете. Группу, вот вы будете обменом группы, там, в группе будет человек, который неделю занимается, или вот вы первый день пришли, и в группе будет человек, который уже там шесть недель занимается, например. И вот как раз хотим вопрос-ответ, единственное, вот последний раз мы сделали в скайп-чат голосовой, и разговаривал там два-три человека, из нескольких десятков, вот, ну, постепенно освоится, просто люди не привыкли, у всех по-разному принято, я не люблю писать, я не понимаю мысли, вот мне вопрос задают по вот этой хрупкой упаковке, я даже, ну, не могу понять, ну, вот, так что все по-разному, кому как удобнее, кто-то пишет вопросы. И за это можно сказать всегда, когда угодно, обращайтесь ко мне, я вас направлю просто в группу, и все. И, соответственно, включу у вас в Facebook группу наша, ProSeller, и, соответственно, в этот, ну, дам допуск до таблицы, от которой я занимаюсь. Ну, я просто вручную веду, вот, то есть можно будет на этом направлении работать. А кто занимается продвижением, там как раз продвижение и реанимация, опять же, у многих людей там уже серьезный опыт, разный, по разным товарам, так же общаются, так же делятся. Вот, сейчас на тот момент, пока вот мы, та неделя первой была, просто больше знакомства, в первую очередь. Какие еще вопросы есть? Ну, да, просто, вот я и говорю, на канадский, мексиканский, просто делать листинги, отправить туда физические товары, все, от производителя. Так, значит, поделись опытом, сорсинг-агенции, действительно ли стоит через них закупать, поскольку они цены пониже выторгуют, и цены на их услуги 150 долларов за поиск посвящика, и собрать, разластвовать сэмплы, ну, цена, в любом случае. Все надо считать. Инвесторы совершенно разные. Компании вот эти вот, просто по модному слову, сорсинг-агенции, я не знаю, там, я с Владимиром работаю, как бы ему скидываю, но еще раз говорю, фирм много, людей много, кому с кем нравится работать, у всех свои плюсы, свои недостатки. Что они основное делают на данный момент? Они делают первые, ну, самые главные их функции на начальном этапе была, это проверка нашей произведенной продукции. То есть, произвели там, я не знаю, 500 штук, а когда мы с китайцами, когда мы по этим лазили, бегали, прыгали, они делали в основном 30% выборочно и делали потом отчет. То есть, стоило это от 100 долларов, от 100 до 200 долларов, ну, как правило, в основном 150 как раз. А потом услугу начали как-то ее изменять. То есть, изменяли ее там, кто-то просит производителя проверить. То есть, если, например, переговор провели, нормально, надо производить проверку. Проверяем производителя, что с ними, как они, как его выбрать. Вот, потом начали просить, помимо всего прочего, чтобы кто-то, вот, например, на свою базу товар привозит. Ну, в любом случае, они проверят товар, занимаются. И вот третий момент, вот о чем разговор идет, это именно поиск более дешевого, выгодного партнера. Ну, с этим проблемы я таких не нашел. Это называется для меня лично конкурентное преимущество, чтобы, кто мне может создать конкурентное преимущество. А, ко мне люди обращались, они говорили, мы просто там берем там, я не знаю, какой-то процент с оборота, и мы там все за вас сделаем, туда-сюда. То есть, есть такие предложения. И там не 150 долларов, а там 10 процентов, например, 8, 5, 6, там, как договориться. Все от объема зависит. А, есть моменты, связанные вот с поиском товара, я не понимаю. То есть, они мне говорят, мы там за вас все найдем. Ну, я не понимаю, если мы учимся, если даже не учимся, хотим этим заниматься, зачем мне нанимать кого-то, кто за меня что-то будет делать. Вот, товар уж в любом случае я буду переговоры вести, искать и понимать, обманут меня, не обманут, то есть, ну, что в курсе быть. Я им сразу сказал, что, ну, вот я найду 1, 2, 3 производителя, которые будут конкурентные между собой, равные, так скажем, интересные. Вот, я вам даю варианты. Если вы мне найдете более дешевый, более выгодный, выгодный в чем, может быть? Кастомизации, там, они готовы, там, наклейки лип бесплатно, да, какую-то упаковку лучше, товар более высокого качества, готовы его изменять, цвет менять, там, фактуру, я не знаю, там, размеры, готовы подвинуться по цене. Вот, да, ну, я, например, не нашел таких. Вот, ну, у них начинают сразу проблемы, то есть, такой мне лично на данный момент пока что. То есть, если кто-то этим занимается профессионально, обращайтесь, у меня есть люди, которые с удовольствием бы с вами сотрудничали, я сам в том числе. Но такое ощущение, мне вот кажется, по крайней мере, сложилось на данный момент, что они просто не могут это сделать и все. То есть, мы, да, там, говорят, там, 1866, там, там, Global China, там, и так далее, там, вот где-то они там как-то. То, что мы понимаем, что Alibaba – это опт крупный, мелкий и мелкие производители. А нормальный производитель, зачем ему работать через PayPal, Trade Insurance, он, естественно, будет напрямую. Еще нам, ТШТ, они уже не зарабатывают на вот эти, там, проценты, они не готовы платить бешеных, там, ну, сами знаете, кто там уже вышел на серьезный оборот, и никто, там, 10, 20, 50, 100 тысяч долларов не будет у вас через PayPal принимать. Но это не серьезно. Это чисто вот мелкий опт. Мелкие, может быть, выйти на крупный опт, там, несколько тысяч штук, но это мелкие производители, это, то есть, готовы с этим работать. Но крупные точно нет. И они, соответственно, банковский перевод, все дела, то есть, у них там совсем все по-другому. Вот, и такие типа они ищут. Ну, наверное, не знаю. Ну, мне еще такие не попались. То есть, все время разговоры именно о том, что они за меня найдут. Я говорю, да я сам найду. Мне неделю, да, я, ну, я не знаю, любую нишу прогоню. Через, если китайцы будут нормально отвечать, ну, просто там, все, все можно прогнать. Никаких проблем нет. Вот человек, кстати. Китай, как всегда. Китай не все так просто. Ну, вот, вот человек, он лучше мне знает. Вот, то есть, человек в любом случае, я вот через него работаю. Я не собираюсь рекламировать или еще, то есть. Вот человек у нас в группе по обучению, он конкретно людей консультирует бесплатно, без каких-либо там вопросов. Вот, я лично через него работаю. И еще раз говорю, у всех есть недостатки, и у меня, и у Владимира, и у всех. Вот, у нас нет там моря помощников, которые нам за нас все это будут делать. Мы все делаем в ручном режиме, сами лично. Мы за это сами лично отвечаем. Вот, с нас и спрос. К сожалению или к счастью, но вот так. Ну, вот, и за это мы где-то устаем, где-то не успеваем, где-то что-то у нас не получается, ошибаемся. Вот, но в любом случае, конкурентное преимущество получить очень сложно, потому что, вот сами понимаете, вот тоже Владимир мне объяснял. Предположим, мы не хотим, естественно, вперед платить деньги. То есть, мы хотим, чтобы нам, например, нашли товар. Вот мы нашли товар, там, какую-то деревянную палку за доллар 99 центов. И мы Владимиру говорим, Владимир, найди нам, пожалуйста, такую палку. Дешевле. Я тебе, предположим, отдам от разницы с первой, например, поставки 50%. Ну, примерно, я не знаю, или полностью отдам тебе, но в следующей поставке я уже буду, там, типа, иметь дополнительный доход. То есть, я в любом случае ничего не теряю, а ты уже заработал. Владимир ищет, тратит время, часы, дни, недели. А потом просто, он приносит и реально дает 1,79 ценам, 20 центов. Человек говорит, а я передумал палки вообще этих, кого хватит. Они мне вообще не нравятся, я уже там, уже железный шар хочу купить. Найдешь мне железный шар? Вот, вот я его опять за полтора. И вот такая вот болтанка, представляете? То есть, он, например, работает только вот с проверными людьми, которые уже точно понимают, что они хотят. Соответственно, мы не хотим денег перевоплатить, потому что никакой не работой сделал. Потому что нас тоже можно понять. Владимир ничего не нашел, мы денег заплатили. То есть, вот смысл такой. И за это здесь уже надо именно баланс находить. И с кем-то сотрудничать. Кто за вас может поручить, например. БУ товары можно на Амазоне, насколько я помню, продавать. В чем проблема? Там даже в листингах мы пишем БУ или новый. Ну, просто такими вещами мы не занимаемся, и за это мне сложно сказать. В основном БУ товарами продают именно на eBay, то есть, ближе в онлайн туда. Да, я что ни делаю, мне сложно об этом рассказывать. Ну, вот, так что я торгую исключительно на eBay. Приват-лейбл. Ну, вот, не занимаюсь ни дропшиппингом, не занимаюсь ни онлайн-арбитражом. Понимаю, что это такое, как это работает, но я это не знаю. Относительно Китая. Сейчас разговаривал с одним клиентом по поводу консолидации товара. Так вот, с него попросили 10 долларов за доставку образцов по Китаю. Будьте бдительны с китайцами. Ну, в любом случае, это все уже зависит действительно от наших посредников. Кстати, все, кто в Китае занимается этими делами, я можно тоже лайв провести, то есть, расскажешь о своих услугах. То есть, мы все послушаем, могу всех сразу хоть собрать. Ну, то есть, ответы на вопрос конкретно по Китаю. Если есть желание, пишите, потом мы решим. В любом случае, в любом случае, надо понять просто, может быть, может быть, каждый делает свои услуги. И это вообще не конкурентно. А нам, потребительным услугам, может быть, какие-то вещи как раз. Кто-то одно будет делать, кто-то другое. Плюс есть момент, как я понимаю, от разных городов тоже не хотелось бы лишней затраты. Вот, потому что в любом случае не в каждом городе есть. Ну, а так, посредников много, сами смотрите, с кем работать. Вот, я работаю с Владимиром, например. А то, что по Китаю, китайцы, аферисты еще те, то, что они предлагают нам товары, товар 10 баксов стоит, они нам говорят, вот тебе за 100 долларов отправим, это вообще бесплатно, доставка столько стоит. А мы потом включим, мы потом включим именно стоимость партии. Да я еще не знаю, какая партия будет, может, у вас товар вообще дрянь, бракованная. Да, ну, я еще раз говорю. Владимир, всегда можно пообщаться и в лаве поучаствовать, то есть и вообще какие темы есть, всегда пишите. Вот сейчас на данный момент я пионер запустил, но здесь зависит. Я им предложил, потому что я сейчас там, у меня есть дела, общаясь как раз. Кстати, вот есть нюанс, у меня был вопрос по Европе. Ну, как раз, а организовать будем фирму или нет, то есть сейчас уже под вопросом. То есть мы или через человека, у которого есть фирма, и будем работать, или будем новую фирму открывать, чтобы было удобнее так. Момент, просто у нас там категория уже открыта на том аккаунте, на этом нет, ну, значит, новую надо открывать. Думали как раз по счету. Если в Англии открывать, счет платить в Англии ват. Да, есть преимущества некоторые, я в прошлый раз рассказывал про них, но было непонятно, надо ли открывать еще банковский счет, помимо фирмы, еще банковский счет. Ну, вот мы пообщались с пионером, я пообщался, и мне сказали, что да, должно быть, не проблема. Сейчас единственное, я забыл уточнить, в фунтах мне счет надо или в евро. То есть у меня как бы евро уже есть открыт на счет, осталось только фунтов, наверное, открыть. Вот, так что получается, что вроде как бы процентов, ну, как они заявили, я пока не попробовал, еще не знаю, вот, но будем проверять. То есть получается, что гипотетически мы можем пионерам пользоваться и в Европе. А если у нас хорошие обороты, мы можем получить скидочку. Например, убрать 1% за вывод средств Амазона. Будут ли в команде эксперты по разблокировке лисингов, аккаунта, как бы юридические моменты. Ну, понимаете, все относительно, вот у нас же все развивается постепенно. На данный момент, там, сейчас вот сколько мы людей набрали, человек, ну, я вот, например, честно могу сказать, сам один отдельно консультирую больше людей, чем я набрал на все курсы. То есть на курсы я набрал сейчас, по-моему, около 20 человек, там, что-то около 30 было заявок, около 20 оплатили. То есть вот сейчас мы потихонечку занимаемся там в разных группах, вот всего, ну, это немного. Соответственно, сами понимаете, да, ну, то есть это не 200, не 300 человек, чтобы нанимать каких-то юристов, которые будут востребованы. Постепенно, постепенно просто ищем контакты, и по этим контактам будем работать. Вот, контакты тех людей, которые делают свою работу качественно. То есть, например, те же разблокировка, эти, как их звать, категории, мы тоже это не делаем. Мы, я же говорю, мы обращались раньше к людям, которые у нас здесь в русскоязычном интернете все делали. Потом, когда все это накрылось медным тазом, начали по всему миру искать, потратились два месяца. И потом в один прекрасный момент нашли, все разблокировали. Они люди разблокировками занимаются там, что, 5 лет. Вот, то есть не проблема. Причем нашли нормальный вариант, все проблемы решают. Так же и здесь. То есть постепенно и по патентным надо юристам. Постепенно, чем наше сообщество будет сильнее, тем больше будет приходить сюда людей. Ко мне обращаются люди. Например, у меня есть человек, у него знакомый, к нам в группу здесь объявление должен был кинуть. По поводу сертификатов американских. Он в американской фирме будет по поводу сертификатов электроники, например. То есть те, кто сами сюда пришли в группу, грубо говоря, там консультировали. Просто они в группе. Они своих друзей уже подтягивают, которые занимаются другими вообще вещами. Но они могут нам помочь в своем деятельности. То есть это все развивается постепенно. Это и Facebook группу, это я организовал. Я не знаю, там надо посмотреть, конечно. Но это, по-моему, сентябрь-октябрь. Вот, соответственно, что ждать? Постепенно, постепенно все растет. Я постараюсь ее развивать, как могу. Вот, помогайте, чем вы можете. Я из-за этого не даю никому, не разрешаю рекламу, там сильно давать и так далее. Именно только разрешаю тем, кто помогает сообществу. Ну, в любом случае, от 10 тысяч обращайтесь. У кого оборот, пионеры. По пионеру больше 10 тысяч долларов в месяц. В любом случае, обращайтесь, можно уже разговаривать. Ну, китайцы, понятно, все люди разные. У них есть свой менталитет, ситуации разные. Никто их аферистами, я думаю, и не считает. Звук вроде не пропадал. Да, Amazon постоянно жахает на отзывы, так что не переживайте. Не первый раз и не последний. Да, как я понимаю, через английский Amazon будете, чтобы на всю Европу продавать, обязательно ли регистрировать английскую компанию. Как я понял, нужно просто европейскую компанию иметь. Там есть некоторые нюансы, короче. То есть, вот в них мы и будем по ходу пьесы разбираться. Не все так просто. Англия сейчас отсоединяется там, что-то от Европы. У них там свои там дела. Вот, из-за этого есть там моменты. Есть моменты, мы консультируемся, из-за этого все так и долго. Вот, почему именно Англия или Германия? Англия предпочтительна, потому что мы язык знаем, нам все-таки общаться проще. И второй момент, Англия генерирует основные продажи с Германией. То есть, два варианта, Англия и Германия. Почему? Потому что, если мы будем продавать и находить товар, наш будет на складах Англии, мы будем платить там фии, например, там полтора фунта. Отправлять на всю Европу, например, 3 фунта. Ну, я, к примеру, я не помню цифры просто, еще пока, так как практически этим не занимаюсь. То есть, грубо просто, пример, 3 доллара, ну, 3 фунта. Соответственно, если мы будем находиться в Италии, мы будем и в Англии 3 фунта платить, ну, грубо. И в Германии. А так мы на Англии сэкономим. Вот, в этом весит смысл. Вот, ну, там много всяких других подводных камней, нюансов. Да, да, в любом случае, тут просто есть адвокат американский. Давайте в любом случае контакты. Просто, как правило, как правило, с этим сталкиваешься, когда припрел. То есть вот сейчас даже на данный момент сложно сказать, вот мне сейчас не надо, например, завтра мне заблокируют какого-нибудь там студента, ученика, знакомого друга, меня самого лично, и начнутся проблемы, и я буду как больной тут бегать, прыгать, искать и писать. То есть, наверное, на данный момент это не надо, но когда будет необходимость, я, так скажем, в чате всегда все пишу, то есть все вопросы, потому что реально базу можно потерять. Можно, конечно, этого человека, если... Но опять надо понять, что за человек, что из себя представляет. То есть можно его занести в таблицу инструментов. То есть мало ли кому понадобится. Денис, добрый вечер. Так, к слову. После того, как вы начали вести курсы, ваши коллеги, обучатели, просто засыпали спамом. Судя по всему, вы им создали реальную конкуренцию. Это... Блин, я не знаю. Вот честно, ко мне никто не пошел. То есть вот то количество людей, которые... Ну, я чуть-чуть там консультирую, это немного. Вот. Я, соответственно... Как это сказать-то? Ну, то есть больше их не стало. Ну, идет оно, идет. А то, что... Может быть, у них качество... Я не знаю, короче. То есть мне сложно сказать. По поводу оборота смотрите предыдущие видео. Я уже все говорил. Ну, вот. Просто повторяться бессмысленно. Не вижу в этом смысла. Все подробно в предыдущем видео по Европе, о котором я про старт и рассказывал. Там все подробно еще он уже рассказал. А по поводу спама, ну... Ну, если мы говорим о самых наших известных курсах, у них сейчас запускается очередная группа, группа, которая там раз там в квартал запускается. Соответственно, у них вариантов нет. Им надо... Они сейчас на данный момент, как я понимаю, не запускают людей в середине проекта. То есть в середине, как раньше, например. Насколько я помню, это было. Вот. А сейчас они вот как бы все структурировано, хорошо, красиво. В принципе, на самом деле, они, мне кажется, победили всех конкурентов уже давно. То есть конкурентов на рынке уже нормальных нет. Такие какие-то непонятные. Вот. И, соответственно, мелкие там коучеры, грубо говоря, которые там ведут там от одного, там, я не знаю, до пятидесяти человек. Ну, пятьдесят уже, конечно, мне кажется, прилично. Там от одного, например, до двадцати человек. Вот. То есть я думаю, это на это никак не повлияет. Тем более, вот ко мне идут в основном люди, которые или уже торговали на Амазоне, то есть уже есть товары. Вот. Или в процессе вот запуска, то есть они уже выбрали товар и продвигать. То есть вот они хотят правильно запуститься. Или уже не запустились, реанимировать надо. Вот. То есть новичков достаточно мало. И то это те новички, которым нетрудно в Ютьюбе посмотреть все мои ролики. Ну, не только мои, естественно. На английском, на русском и так далее. Группу войти, здесь перечитать все. Со мной пообщаться, с другими пообщаться и принять какое-то решение. То есть вот какие люди. А на курсы, мне кажется, больше идет людей с внешнего трафика. То есть основная масса, они как раз двигают тему Амазона в принципе. Вот. У меня ни сил нет, ни возможности, ни я один это все делаю. Вот. То есть мне вот сейчас мы как бы запустили наш проект. Ну, помогают ребят чуть-чуть. Но пока мы активно этим не занимаемся. Я тогда говорил, что как бы с удовольствием пообщался с какими-нибудь программистами. То есть нам что надо? Нам надо крутой сайт. Да, надо. Платить за него сейчас неохота и времени нет как бы. Мне он в принципе не нужен, он чисто для понтов. То есть сайт для понтов, ну, пока я не готов, мне не особо это интересно. Вот. Я не хочу вкладываться в обучение, там, что-то делать. Мне это не так важно. Кому надо, они и так придут. Вот. А мне для этого группа как бы и была, чтобы она была, приносила пользу. А сайт, он не приносит пользу. Ну, какие-то статьи переведенные, там, ну, не знаю. Я упор сделал на группу и все силы трачу на группу. Но больше мне сил нет. Ютуб-канал как бы поддерживает это все, потому что он был в начале. Если бы его не было, я бы, наверное, даже на Ютуб-канал мне сил не хватило. Так что вот такая история. Именно конкретно по обучению. По всем вот этим вот моментам. Что еще интересного интересует? Так что сейчас группу запустят и никакого спама не будет, я думаю. Спасибо. Спасибо за адвоката, так что будем иметь в виду. Ну, в любом случае, я говорю, надо попробовать. Я, честно могу сказать, или безысходных ситуаций, когда вообще вариантов нет, советую. Или когда сам проверю. То есть на свои страх и риск уже потом можно как-то проверять. То есть я посоветовать не могу. Вот человек советует. Вот. Так что обращайтесь, какие вопросы есть. Потому что у нас какие вопросы в основном? А, пока мы не доросли до какого-то серьезного уровня, там, патентов, не доросли до уровня регистрации брендов по-настоящему. Ну, по индусам, еще раз говорю, по индусам ничего там интересного нет. Индусы что делают? Я уже говорил, то есть есть программа, есть руками программа. Как правило, не могут сдвинуться нормальные высокочастотники. А индусы, они что делают? Они, ну, как они, по крайней мере, в Изабете, в Ютьюбе, они там все показывают, там все видно. Хотя некоторые говорят, что на самом деле все не так, но, как бы, конкуренция очень растет среди этих индусов. То есть там тоже не все так сладко. Они затрачивают все больше и больше ресурсов. Что они делают? Создает, например, ну, к примеру, один круг, мы скажем. Вот, например, взяли, поменяли айпишник, открыли там, зарегистрировались на Амазоне заново. То есть какое-то там имя там зарегистрировали, зашли на свой листинг, сделали полезные действия. Ну, сначала зашли на чужой листинг, потом перешли на эту страницу по вашему запросу на тот ли, на свой листинг. Там сделали полезные действия различного рода. И социальные группы, и шоп-лист, и там, я не знаю, виш-лист, там, корзину, там, неважно. Кстати, про корзину мне недавно спрашивали. Если добавляют человека в корзину, не переживайте, что у вас товар уйдет в резерв. В резерв уйдет совсем другой товар. Так что никуда товар не девайте. Вот, так что не переживайте. Можно поголосовать, написать вопрос, можно выйти, перейти на другой аккаунт, и потом выйти и заново по кругу все это повторить. И так вот бесконечно. Но мы это делали, сдвигали низко-среднечастотники. Но мощи не хватает, надо очень много действий. По поводу всего остального, ну, как бы, можно ссылку на инфу о твоей помощи, продвижении, твоей цены и т.д. Ну, на самом деле, на данный момент, так, ненавязчиво, первый пост в группе Фейсбука, с самого, там, я не знаю, с самого верха, есть прикрепленный файл. На нем написаны наши услуги. Под ним есть комментарий. Я специальный комментарий отключил, чтобы туда накидать просто самые важные вещи, то есть ссылки на другие посты. Посмотрите, почитайте, в принципе, там все будет понятно. Вот нужная вещь. Разблокировка аккаунта она делает, регистрацию торговой марки, патенты. Ну, вообще, красота. А, тогда, Рубик Джан, напиши, пожалуйста, по поводу того, что, откуда ты знаешь ее, работал, не работал юрист этого. Ну, отзывы свои. Ну, или мне потом позвони просто, чтобы я знал. Потому что такой человек нужен и по поводу цен, то есть сравнил ли ты, как ты нашел этого человека. То есть, какой, ну, какой смысл работать именно с этим человеком. То есть, какие у него конкретные преимущества перед абсолютно такими же консультантами. Может, он там русский, например, знает. Ну, то есть, расскажи, пожалуйста. Можешь здесь, можешь потом мне рассказать, а я потом уже по лайву расскажу. Если это человек, например, могу предложить, кстати, другой вариант. Если ты этого человека знаешь, можешь предложить, тоже в лайк приглашу. Пускай расскажет. Нам такие люди интересны, а ему интересны, наверное, клиенты. Ну, какой самый рациональный способ вывода товара на первую страницу? На первую страницу выводов самый простой – это индусам дать и все. Надобность – вопрос. Вот, надобность просто вывода на первую страницу, я не знаю. И опять, первая страница, первая страница, рознь, какие-нибудь айфон-чехлы, их сложно выводить. Много денег надо заплатить. А какие-нибудь товары непродаваемые, можно просто через Сергея дать там 3-4 выкупа, фиктивных, по заданию. И вы и так на первой странице окажетесь. Так что тут очень все относительно. Как продвигать в принципе товар? Ну, мы этому, наверное, обучаем. Не секретов нет, видео, опять же, посмотрите мои. Выберите правильный товар по возможности. Запуск достаточно тривиальный. Подготовьте, подготовьте, подготовьте этот, как его звать, нормальный листин с хорошими фотографиями, с правильной ценой. То есть подготовьте само предложение. После этого запускайте, запускайте сначала эффективную раздачу. То есть продажи друзьям, знакомым по заданию, по тем фразам, ключам, которые вы выбрали. Потом пейпер-клик, если он нужен, если не нужен. Если вы вышли и так на первой странице, и так ништяк. Если пейпер-клик нужно, значит пейпер-клик. Обращайтесь к профессионалам, сами делайте. Какие люди подтянулись? Дмитрий, ну по поводу вихря, что я могу сказать? Я вот хочу просто поугарать по этому поводу, если честно. Я хочу запустить проект, я вот сейчас ищу программистов. Не вихрь, а смерч, или это ураган. Ну так просто поприкалываться. Вот, и сделать не 5, например, за 400 баксов, а 6 аж целых. Или 6, или 7 даже аж фразов. Я не знаю, но на самом деле для меня лично понятен механизм. Мне, в принципе, идея понравилась. Нормально, потому что я сам многие фразы двигаю по средне-низкочастотникам. И затрат там копеечные, можно и торнадо, да, не важно. В любом случае, затраты копеечные, но что-то никак никто не хочет делать особо. Я всем предлагаю, а что-то никак не получается. Вот, и там получается такая ситуация, что почему сделали не 100% вывод? Ну, на самом деле мы знаем, тут достаточно много людей, которые там 100% выведут товар. Любой. То есть я знаю несколько человек, которые выводят любые товары. Ну, и ты занимаешься этим же самым. Вот, так что все это понятно. А вот именно вывод сразу много фраз. Здесь расклад на что? Ну, не на жадность, но потому что люди как бы больше, за меньшее деньги выводят с одной стороны, с другой стороны. Тут надо понимать, что они, как говорят, что там, сколько там, 80-90%, не помню уже. Они не выводят, как правило, я так понимаю, высокочастотники. А высокочастотников в общей массе ключевиков и будет как раз эти, там, 5-10-20%, не более того. Естественно, они будут выполнять задания. А до этого они, естественно, я думаю, они же там заявляли об этом, мы с собой говорили еще тогда, что у них был суперсервис. Но, видимо, суперсервис что-то не стал супер. То есть, у них очень много проколов, я так думаю, было. И они не могли просто вывезти, у них вот забирали деньги. Ну, еще раз говорю, я с их сообществом, в принципе, ни с кем не общаюсь. Лично. Может быть, к счастью, может быть, к сожалению, я не знаю. Вполне возможно, я бы поменял свое мнение, если бы с ними общался. Вот, просто я их реально не знаю, как люди, тем более. Вот, формат, по формату обучения и все остальное, я уже свое мнение говорил. Я делаю именно по-своему, как мне нравится, как я считаю правильно. Как мне, так скажем, как бы я хотел бы учиться, так я скажу. То есть, я подгоняю под себя, и это вполне возможно неправильно. Но время покажет, что делать. Я по-другому просто не знаю, не умею. Буду учиться. Вот, и за это по этому конкретно предложению... Кстати, Дмитрий, позвони мне завтра, спишемся. Давно что-то не общались. Вот, так что по нему я именно и говорю, что тема нормальная, в принципе, все правильно. Много низкочастотников, хорошая тема, за недорого. Ну вот, это нормально. Ну, просто самое важное, я могу сказать сразу, это вот чем я занимаюсь. Я на этом деньги не зарабатываю. Вот, я зарабатываю деньги на консультации, чтобы именно подготовить товар. Чтобы он не падал, чтобы он был хорошо подготовлен. Наверное, наверное, так. Но опять же, еще раз говорю, когда тут многие спорят, как надо правильно делать, на самом деле путей и ходов очень много разных, правильных. Вот, и можно добиться одного и того же результата и не добиться, делать совершенно разные действия. У меня такая стратегия. У других другая стратегия. Вот, и мы как раз вот в этих группах своих общих это именно обсуждаем, что по стратегии у меня я делаю так, другой человек по-другому делает. И ученик, так скажем, студент, он находит свой именно путь. Там в группе по-любому нужно такую услугу делать, чтобы сразу минимум пять ключей выводить. А то реклама просто очень много съедает средств. Ну, я не против. Я вообще рекламу против. Я пейперкликом вообще не пользуюсь. Вот честно. То есть, когда ты все это сделал, я понимаю, я со многим разговаривал, пейперклик, мне очень нравится тактика именно вывода по низкочастотникам. Средний низкочастотник. И люди показывают очень классные показатели по пейперклику. Очень классные. Вот, у меня есть человек, на данный момент я консультировался несколько раз уже, буду дальше. Просто сейчас на момент я по пейперклику не занимаюсь. То есть, есть специальная группа у нас, профессионал по пейперклику. Они этим специализируются. Они добиваются результата через это. Я через это не добиваюсь результата. И это не плохо и не хорошо. Я стараюсь везде, во всех направлениях развиваться. Но очень сложно развиваться в том направлении, когда, к примеру, оптимизировали товар, листинги, все дела. Вот. Но это у них такая цена. У них там такая цена примерно. Там они что-то пишут себе стоимость 50 баксов. Но опять, понимаете, тут тоже по цене 50 долларов. Ключ. Надо ключи тоже понимать. Если у вас главный ключ там 8 миллионов запросов, а низкочастотники по миллиону, ну извините, ребята, тут будет сложно. А если у вас главный ключ 100 тысяч, а низкочастотники там меньше 100, ну да, тогда классно. Из-за этого все относительно. Надо смотреть, надо в любом случае об этом думать. Я, честно могу сказать, я воспринимаю чуть-чуть на другом. То есть для меня задача это просто взять человека и чтобы у него были продажи. Хоть какие-нибудь. То есть много людей, которые вообще продаж не видят. То есть они запустились, они там много ошибок сделали, как и я. И не понимать, что делать в принципе. И моя задача, я им объясняю, именно то, что... Ну, я понял, да. Вот. У них там скидка потом идет от большего количества. Ну, я не знаю, я говорю, я туда не захожу, не смотрю. Я вот видел, как бы, когда это все рекламировалось. Больше мне это не интересно. Вот. И получается, что у людей бывает вообще органики. Они толком ее не видели никогда. То есть запустили, попробовали товар. Я говорю, вот как мной говорят, я на своем товаре буду учиться. Ну, кто-то научился. Я вот на своем товаре учился реально. Вот. Я свои 3000 долларов, честно, просрал. Вот. Так что на первом товаре я получил достаточно знаний. А есть люди, которые просто запустили товар, сидят и ждут, а продаж нет. И не знает, что делать. Им неудобно, может быть, там, в сообществах общаться. Они не такие суетные. Они не знают английского. Или даже знаю, которые знают английский. И все равно в них не получается. Вот. И, соответственно, им там надо... Я из-за этого говорю, мы позанимаемся, вы поймете алгоритм действий. Я вам, в принципе, если симпатично, вы можете там и в будущем меня внимать, конечно. Вот. Мне будет с вами приятно и просто работать, потому что вы вот так уже будете все знать. А я вам могу только просто показывать на ваши ошибки и корректировать какие-то действия. Не более того. Потому что никаких секретов там нет. Ничего страшного такого сугубо индивидуального не расскажешь. Но алгоритм, алгоритм надо понимать. То есть понятно, когда человек делает действия и понимает, что может быть так, а может быть так. О, получилось классно. Делал, записал там. Галочку себе поставил. Вот я сделал вот это вот. И у меня получилось так. Я вверх пошел. Опять что-то сделал, вниз пошел. Начинает. То есть это как раз анализ. Без анализа тоже нельзя. То есть те же бизнес-репорты, те же амзываны, которые там, асин-инспекторы, которые дают нам аналитику, кейворд-инспекторы и все остальные. Дают нам аналитику, так сказать, пищу для мозгов. Без аналитики вообще нельзя на Амазоне сидеть. Но можно начально так, когда у вас мало товаров, все это делать в полуручном варианте, там, с минимальными затратами. Это можно, конечно. Вот, а по пять ключей выводить, ну, надо в любом случае. Будем, я, в принципе, сейчас не против бы найти партнеров, с кем бы это все делать. То есть надо смотреть в любом случае, чтобы все зарабатывали, как бы, чтобы всем было хорошо. Чтобы это было эффективно, надежно и качественно. То есть я готов к любому обсуждению этого момента. Тестировать надо все это, смотреть, как это работает. Если работает, то отлично. А как называться он будет, неважно. Так. Ё-моё. 23 февраля, а мы уже тут почти полтора часа. Какие еще вопросы? Давайте до законченной на сегодня. Тут люди только подтянулись. Добрый вечер. Добрый-добрый вечер. Вопросы, вопросы. Давайте вопросы и вопросы. Не понимаю вопроса. Как относитесь к запуску в Украине? Чего? Я не знаю. Не понимаю вопроса. Спасибо большое. Я думаю, всех с праздником. Amazon shipment. Насколько я понимаю, не знаю. Думаю, что да. То есть, так как вот этот сервис предоставляется в другие страны, то думаю, что да. Я не отправлял, ничего не могу сказать. Ну, доставка может зависнуть. У меня есть человек, который с июля, с августа месяца до сих пор не запустился. У нее проблемы были с Сарой, у нее проблемы были с производителем, у нее проблемы сейчас с Amazon. Ну, вот бывает такая вот, с течением обстоятельств. А, я понял. То есть, вы имеете в виду, типа этого, как его звать? Кто нас там ведет-то? Дима Ковпак? Едет, что ли? Ну, тут разговор о чем? Покупательский спрос. Искать. Торговать можно везде. Я всю жизнь везде торговал. Вот сейчас Amazon вышел, не от хорошей жизни. Торговать можно везде, и кто-то находит варианты. Кто-то до сих пор, там, я не знаю, военным в 10 раз дороже тушенка продает. И хорошо себя чувствует. Тендеры выигрывают. А кто-то на двух копейках работает и тоже умудряется выживать. А кто-то продает просто, там, я не знаю, лицензии на вылов рыбы. Там, как они там называются? Там есть такие люди, которые ничего не делают, просто дают эти квоты, и они этими квотами торгуют. То есть, бизнес разный. У нас страны вот такие вот интересные, я думаю, и за кордоном то же самое, но больше. И конкуренция есть все-таки какая-то. Из-за этого мы и лезем туда. Хочется поконкурировать по настоящим, просто побиться своими знаниями, зачем нас учили столько. Так что так. Можно и в Украине, конечно, просто. Надо выбрать товар и смотреть, как канал избыта, понимать, как это все делать. Я вот в Амазоне разобрался, более-менее, то есть пытаюсь, а там зарабатывать денег. Можно и на Алиэкспрессе работать, можно везде работать. Вообще, в принципе, на самом деле, я интернет, там, куда четыре, наверное, звучало, где вообще можно работать. В принципе. Именно работать не на диване заработок там, я не знаю, не каким-то там фрилансом заниматься, потому что я не имею специализированной такой профессии, которая могла мне приносить доход. А именно, вот, я торгаш, я все время продажей занимался. Вот, вроде нашел. С Украины как лучше отправиться? Ну, напишите вопрос в группе, тут огромное количество, вот я, наверное, процента 80 людей, которых я знаю, это жители Украины или живут за границей или в Украине. Они вам точно ответят, как на данный момент, сейчас, прямо лучше товар. Там же тоже от товара зависит, много нюансов. Мы будем запускать в Европе товар, а в Европе планируем запустить товар, если все нормально пойдет, именно украинского производства. То есть по Европе, когда я запущу, если мы все отправим, я буду рассказывать, как мы это делаем. Конечно, не так подробно, как в нашей закрытой группе, но в любом случае информацию буду делить, конечно. Ну вот, я из-за этого говорю, там, UPS, вот тут много-много моментов. Я знаю, что с Америки в Украину отправить, там, через модно-касса, там, 5 долларов за килограмм стоит просто бесплатно. А в России 15-25. То есть я даже бесплатный товар на ООД для себя получить не могу. Всем привет. Не знаете, кто может помочь создать PayPal США, чтобы я смог? Понятно. Ну, тут опять Украина пытается всех обмануть, я так понимаю. Ну, в любом случае, ищите человека. Ну, там тоже не так все просто. Вот с этой темой, это как бы, я так понимаю, наверное, дропшиперская тема. Вот, тут есть у меня знакомый, кто это сделал. Ну, просто знакомый в Америке должен быть, как минимум. Ну, нам, по крайней мере, так делали. Так, я думаю, в группе напишите вопрос, может, тот вам подскажет. Там просто бывает верификация, бывает, их банят эти аккаунты PayPal. То есть там не так все просто. Так, давайте у нас еще, вот до 30 минут я тогда доведу, и пойду дальше отмечать праздники. Товар больше на месяц завис доставки. Ну, где он завис, как он завис? Я, скорее всего, не смогу помочь. Обратитесь к Владимиру. Вот здесь. Он в любом случае транспортными перевозками, логистикой и проблемами в Китае, он занимается, решает проблемы в Китае. С производителями, с форвардерами. Это как раз вот эти посредники, которые решают нам, помогают решать проблемы. Вот. Владимир Никулина его звать. Так что обратитесь к нему, я просто, ну, я не логист, я не знаю, что там происходит и где он вообще завис, я не понимаю. Делать раздачу друзей и знакомых опасно, вопрос. Амазон может как-то его понять, поймать и забанить. Да все может. И банят, и честные аккаунты, нормальные. Все может. Это мы нарушаем правила Амазона, надо это понимать. Тьфу-тьфу, работает. На данный момент все это работает. Ну, у американцев, у них просто менталитет очень сложный, с ними договориться даже бывших наших сородичей, так скажем. Они не любят этим заниматься. Вот. И у нас как бы это единственное, наверное, наше такое серьезное конкурентное преимущество. Мне пока кажется, что вот они не могут там друг другу договориться. Мы как-то вот договариваемся, находим вот эти варианты. Но не в таком количестве, которым бы я хотел. Как править серебряные украшения из Украины на Амазоне? Какие? Есть нюансы. Группа, категория ювелирные изделия закрыта. Надо доказать, надо там много документов. Ну и все, и работать. Или нанять, кто вам это поможет сделать. Ну, наверное, так и надо сделать. Ну, не знаю там. Не надо, как это, за чистую монету брать вот то, что люди пишут. Вот то же самое. Вот я сейчас что-то скажу. Или там кто-то русскоязычным. Там же в Америке на нас даже это не посмотрят. Ну, мало ли что они там говорят. Ну, и говорят, ну, пишут они эти вилки. Я бы убрал. Я сейчас на данный момент по письму... В принципе, если честно, осенью переходили на два письма, а уже с Нового года давно на одно письмо перешли. Зачем эти вилки вообще? Я не считаю. То есть вот эти вот банальные вещи, которые нам рассказывают, рассказывали о том, как получать отзывы. И я... Ну, знаете, как еще? Мне вот это нравится. Мы всегда, всегда считаем американцев тупыми. Я не знаю, кто их считает умными. Ну, я редко встречал таких людей. А как вот что-то, какой-то бизнес, какие-то вот эти вот. Они такие умные. Вот надо все почитать и сделать, как они сказали. Мне вот это каждый раз нравится. У нас запись будет. У нас, как всегда, то есть у нас это вот это... Мы жертвы своего менталитета. У нас вот всегда. То есть все вокруг дураки. Мы бедные, но умные. Хитрые такие вот, грамотные. А как вот по бизнесу что-нибудь, мы начинаем смотреть скрины какие-то. Люди там рисуют. Не знаю, правда или неправда. И очень так за чистую монету смотрят. Они такие бизнесмены, такие все это самое. Есть, конечно, там крутые ребята. Но, опять же, надо тоже понимать, кто они там, что они. На Амазоне. Ну, классно. Они там на Амазоне торгуют. Вот. Так что там много всяких моментов. Вот. И из-за этого, ну, я бы вилки убрал. То есть я, в принципе, работаю и всем советую работать на одном письме. Ну, там советуют. Вот. Единственное, о чем можно подумать. Мы раньше рассылали письмо на третий-четвертый день. Я всем советую. Когда люди попользовались товаром, ну, точнее, получили товар. Ну, кто-то, да, распаковал, получил. Вау, там, классная вещь, не классная вещь. Вот. Но это вопрос спорный. Бывает, открывает. Она и не классная. И нет такого ощущения, что ты удовлетворен своей покупкой. И тебе вот в этот момент надо обязательно прислать письмо и сказать, вот сейчас больше шансов получить хороший отзыв. Ну, нет такой вероятности. И не всегда довольны. Да, он может быть сломаться. Ну, блин, ну, если у тебя, я не знаю, там, скалкой тесто месить. Там, я не знаю, там, венчик для яйцев взбивания, там, или силиконный мат. Ну, как, я думаю, что через три дня у него он там сломается, что? Нет. Вот. И за это то, что они там говорят, ну, ну, говорят они. Ну, я рад за них. Вот и все. И за это думайте сами. Просто надо своей головой работать. Там тоже, е-мое, непонятные люди, очень многие, много чего говорят. Вот они там на Амазон работают, там, сколько там, 5-7 лет. Вот они там великими гуру Амазона стали. Это то же самое, как этот бухгалтер, а не бухгалтер, это программист 1С. Так, осталось, осталось. 1 минута. Давайте последняя группа вопросов. И будем закругляться. До следующего четверга. Ну, точнее, до этого четверга. И у нас что у нас сегодня? Ой, е-мое. Все, уже крыша поехала. До понедельника. В понедельник, если будут какие-то предложения, спикеры интересные, а будут спикеры. Если нет, а будет, опять будет вопрос-ответ. То есть, такой формат я, в принципе, буду продлевать, продолжать. Потому что, ну, реально, меня поймите, я как минимум два лайва здесь веду, еще там веду. Там, консультируешь кого-то, там, еще товарами, там, ну, много чем надо заниматься. Вот. Из-за этого, если у кого-то есть желание, предлагайте. Если будет это интересно, я почитаю для группы. Мне кажется, это и заработать можно, и, соответственно, однозначно, однозначно. Должна быть полезная информация, вот, должно быть всем интересно. То есть, можно любую тему, в принципе, поднимать, около амазоновская. То есть, там, хочешь юридически, хочешь логистически, ну, какие угодно моменты. Так, понял. А если в прикрепленном файле все, все ссылки и просьбы поместить, это читать. Вот, честно могу сказать, я так не углубляюсь вообще, я посылаю. Ну, вот, короче, там, вот, про письмо тогда, ладно, про письмо закончу. А, вот она говорит, что там надо в первый день момент вот этот. Я по этому моменту уже сказал. Мы советуем третий, четвертый день, когда человек попробовал. Соответственно, естественно, истинно посередине. То есть, если у вас товар, который, например, вы знаете, что там брака много, но он выглядит классно. Вы сами понимаете, надо что делать. Надо в первый день просить отзыв. Если у вас товар какой-нибудь невзрачный, но он чертовски помогает, и человек там, каким-то, я не знаю, массажер для ног, деревянный, каким-то страшный, убогий, кривые. Ну, блин, когда он там месяцами попользуется, тогда присылайте письмо через месяц. То есть, вы знаете, что есть эффект через месяц, ну, тогда через месяц письмо и посылайте. Ну, вот и все. Так что по письмам все, мне кажется, абсолютно просто. Никаких таких вот вещей нет. Каждый именно ум и заключение свое делает. Мы также делаем болванки, когда мы переговор с китайцами ведем. Каждый по-своему ведет. Мы также делаем болванки, когда мы автореспондером и пользуемся. Вот, Денис как раз рассказал про ZenMaster. Он просто дает дополнительный функционал, вычисляет негативщиков, вычисляет тех, которые не дают нам, которые товары не покупают, там, грубо говоря, плохие воды пишут. То есть, много-много всяких статистических данных. HTML формат, то есть, там, можно шрифты, там, ну, много всего можно сделать. То есть, это нужная вещь. Но вот эти вилки, вот сюда зайдите, уже заполнены 5 звезд, например. Там, 10 писем, спам. Этого не надо. Одно письмо максимум, это уже точно. А день вы выбираете сами, именно думаете, как к вашим товарам мог человек отнести. Вот, и, то есть, ну, это уже психология. Это психология, надо думать. А мой Skype, он, посмотрите, пожалуйста, вот просто в шапке канала, в шапке группы написано ProSeller и Skype. SDN64. Вот, так что. Ну, я могу, конечно, сюда еще записать, но. Как ни странно, вот шапку в фейсбуке вообще никто не читает. То есть, вот, что я тут не пишу, мне кажется, просто вообще никто не читает. Так что ни вы первые, ни последние. Это прям нормально. Я уже сколько раз там ее менял. Меняешь, меняешь, то есть, видно. Нечитабельно. В принципе, я думаю, достаточно полтора часа, чем мог рассказал. То есть, я стараюсь рассказывать исключительно то, что знаю. То, что слышал, говорю, что слышал. На 100% гарантии дать не могу. Например, по вопросу, Amazon Shipman делает, но по логике делает, потому что мы можем настройки это настроить. Он будет отправлять товар куда угодно. Вот. Всех опять же с праздником. Всем удачи. Всем пока. Классных продаж. Удачи. До понедельника. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok